Добрый вечер, с вами Трискелли, Лен Родина, Лен Шкруть, Юля. Вот у нас сегодня вечерний выход, или, наверное, дефиле. Мы тут решили перетрясти свои вещи вязаные, вернее, часть от них, маленькую часть от них. Вот, и появилась такая идея вам показать, что у нас тут есть, что живет в магазине. Вот, какие-то вещи я не унесла домой, они тут, в общем-то, остались. Так что сегодня рассказ о нашем трикотаже, о наших готовых вещах. А учитывая то, что вас за последний месяц прибавилось, вот, прибавилось, в общем-то, намного, вас теперь 31 тысяча, вот, чему мы очень рады. И если к нам присоединились те, кто с нами не знаком, с вами Трискелли. Трискелли, мы находимся в Москве, метро Алексейская, проспект Мира, 91, корпус 3. Это реальный магазин, и есть у нас еще интернет-магазин, активная ссылка в шапке профиля. И еще три аккаунта, на которые тоже можно подписаться, в общем-то, достаточно интересно вам будет. Это мой личный аккаунт, Елена.Родина, и аккаунт нашего бренда, Родина Ярнс. Броши-отпад, броши-отпад. Да, броши, кстати, у нас тоже в магазине продаются, такой гучи-стайл. Разные у нас там жуки, бабочки, сейчас с перламутром что-то новое появилось. Нет, бабочки, а, и бабочки с перламутром. Бабочки, птички есть. У нас есть пчелки, есть жучки, и всякое разное. Балаклаву тоже покажите, пожалуйста. И балаклаву хотите? Какая вы красавица, девочки, привет, привет, привет. Наташенька, привет. Ну что, давайте потрясем вещами, особенно, ну, вы посмотрите, если вы с нами давно, то вы все узнаете и распознаете. Вот, если вы это вязали, будет здорово, если вы напишите, что вы это вязали, и у вас это есть, это нам тоже приятно. И начнем с того, что, наверное, вот здесь у меня на вешалках, и тогда я буду рассказывать о них, и постараюсь показывать, наверное, еще и пряжу. Хотя я просто рассчитывала на Юлю, но сейчас у нас зашли клиенты, а сейчас всегда освободится, когда, возможно, она поможет. Итак, вот такой реглан с коротким рукавом, связанный из пряжи Diamond Sky. Сейчас я дотянусь до коробочки. Вот. И покажу, как она выглядит. Ой, живьем. Живьем. Нежные оттенки. Это наш фэшн-бокс. Фэшн-бокс Родина Ярнс. Вот на такое изделие ушло три мотка, а в фэшн-бокс мы кладем четыре. Для тех, кто захочет, может быть, удлинить, может быть, чуть увеличить размер или удлинить рукав. То есть четвертый моток – это дополнительный моток для изменения. Ну, либо, если вы захотите, то можно как бы связать там шапочку, снулик, там митинги, да, очень... Кстати, хорошо бы смотрелись здесь митинги, которые бы вот дополняли бы эту вещицу. Вот. Они у нас в каких-то цветах не были. Изначально самая первая модель была... Я еще здесь делала в технике Пуфкалур бабочек. Вот. Но, учитывая то, что у нас тут их выпрашивали периодически покупатели, и мы расставались с ними, мы вот в скоростном режиме связали еще одну голубую. Какие новинки ждать в ближайшее время по пляже Родина Ярн или Лана Гросса? Ага. Значит, по Лана Гроссе у нас еще вопрос открыт. И я хотела бы этому посвятить какое-то время. Может быть, мы даже сделаем прямой эфир, потому что я в этом году еще не заказывала новинок. Мы подсортировали пряжу, которая нам нравится, которая нравится вам. Вот. И с новинками мы еще пока работаем, мы обдумываем. Потому что, ну, вы понимаете, мы любим пряжу привезти и из нее вязать. Вот. И на данном этапе мы еще вот пока в состоянии обдумывания. Вот. Итак, Diamond Sky. 130 метров. 130 метров. Здесь альпака, полиамид, шерсть, вискоза и полиэстер. Легкая, мягкая. Вот. В этом году у Родины Ярн будут еще новые оттенки этой пряжи. Мы ждем поставку, отгрузку. Так что у нас появится в нашей палитре еще несколько новых оттенков и подсортируются те, которые уже как бы заканчиваются. Значит, описание этой модели или фэшнбокс. Значит, фэшнбокс можно найти на сайте в разделе наборы. Да. И первой строчкой выйдет, выйдет фэшнбокс Родины Ярн. Вот туда нажимаете, там вы его распознаете и найдете. Наташенька пишет нам, люблю эту пряжу. И описание этой модели вы найдете в нашем альбоме. Альбоме, который вот недавно вышел и еще его немного осталось. 2018. Это коллекция моделей прошлого года из наших фэшнбоксов. Вы его, если как бы нужно описание, то вот можно приобрести вот этот альбом. Пряжа из снов. Какие идеи? Пряжа из снов – это отдельная история с идеями. Мы тоже в творческом процессе. Сейчас у нас наша дизайн-студия частично работает над этим. И я обдумываю тоже свой очередной шедевр. Так, я буду ускоряться, потому что у нас много чего есть, что хотелось бы мне вам показать. Вот эта модель. Семя любимая. И некоторые у нас, ровно так же, как и я, связали их по несколько цветов. Вот пряжа-дисплей. Наш, в общем-то, любимая пряжа. Легкая, мягкая, вот с таким вот блеском внутри. Припушенный люрекс, припушенный махером. Большой метраж. Она очень хорошо ложится во всевозможные резинки, ажуры. Ну и вообще, в принципе, стабильная нить. И очень хорошего качества. Ее описание классик реглан. Если сейчас я ничего не путаю, можно найти... В этом, да? Ага. Сейчас я ее сразу открою, чтобы быть... Да. У вас все изделия красивые, как и пряжа. Спасибо. Вот, классик реглан вы найдете в альбоме... В альбоме 2017. Позапрошлого года коллекция. Вот, для тех, кто хотел бы приобрести. Тот, кто коллекционирует описание. Так, следующая наша модель. Ну, я, знаете как, я не по порядку. Я просто вот сняла их с вешалки, как они у нас вот тут висели. Так я их сюда и притащила. Это вариант жакета Шанты. Вычурный такой вот нарядный вариант Шанель. Расшитый. Первый вариант был у нас такой розово-голубо-серый. Вот. И вот второй вариант на более маленький размерчик. У нас есть описание у нас. Описание есть, в альбоме его нет. В альбоме его нет, но описание есть. Здесь ленивый жаккард. Смешение разных нитей. Мастер-класс по вязанию на вилке. И вот такой тесьмы очень интересный, очень увлекательный. И плюс у нас еще в магазине есть описание, по-моему, печатное, да? Оно как книжечка, как брошюрка сделана. И там фото-мастер-класс по работе с вилкой. Очень такой, ну, как бы приятный, позитивный. Много нового. Так. Вот такой вариант. Колорблок. Классика. Тоже, вот, как бы, классика-классика. Но здесь реглан с идеальной посадкой для тех, кто подступается к кофте. Именно к кофте. Или к кардигану, связанную регланом. Я считаю, что вот это, как это, как же сказать-то, ну, идеальная вещь для старта. Вот здесь мы, ну, чтобы он был не совсем простым, мы поиграли оттенками, связали его полосатым. Это махер родины Ярнс. Юль, а ты сможешь мне быть, как, вот, в помощь, если что, помогать мне с пряжей, чтобы я могла показывать пряжу. Ну, вот, так, махер. Этот жакет можно в разных вариантах собрать, в разных цветах. Да, и у нас, на самом деле, представлены, как бы, наборы в новых сочетаниях. Мы их только-только, вот, как бы, обновили несколько. Вот, собрали новые сочетания, но мы вам не откажем, если вы придете в магазин и захотите создать свое сочетание, да, вот, из пряжи, которая у нас родина Ярнс. Вот, то мы с удовольствием с вами займемся этим творческим процессом и подберем лично для вас и лично ваш... Была в Питере, такой корди всем понравился. Очень радостно нам от этого. Да, у нас здесь пуговицы классные, такие кактусики. Кстати, у нас тоже в магазине продаются. Да, и обвязка здесь очень хорошая, качественная обработка горловины. Вот. О, еще одна модель пришла. Вот, махер в Двините связан. Махер связан в Двините. Саша, да. О, еще одна. Еще одна моделька к нам сюда пришла. Я, в общем, мечтала его померить. Так, это уже вариант в одну нить. Это, как бы, реплика на модель позапрошлого года, по-моему, Лейс Копайнс. Вот, мы его назвали Сиоглаз. Морские стеклышки, морские камушки. Вот, где вот такие вот декоративные заплаточки на тонкой-тонкой вот такой вот махеровой вещице. Кофта, кардиган, как хотите ее называйте. Но выглядит она просто, просто бомбически. Бомбически. И сама лично видела на Кристине Арбакайте вот эту вещицу. Вот, наш вот такой вот плагиат есть с перламутровыми пуговицами. И красивая очень тут горловинка, закрытие иглой. Вот, и в нашем описании как раз тоже вот рассказывается о том, как сделать вот такой вот, немного такой вот рыхлый. Он нирванный, но похож такой вот, как будто бы вот он немного, не знаю, даже под растянутый край. Очень эффектно смотрится на тонком махере. Фэшн бокс набор есть. Вот, и точно так же, если вдруг вы придете в магазин к нам на Алексеевскую, да, мы сможем вам помочь подобрать свой личный фэшн бокс, изменить вот эти стеклышки на оттенки, которые ближе вам или подходят к вашему гардеробу. Вот, а так смотрите, на сайте у нас представлены наши цветовые решения. То, что нам показалось более выигрышное и интересное. Так, ну, а... Это такой вариант тоже связанный с моим творчеством. Это кружевная история, моя кружевная история, техника ввязывания кружева в полотно. Вот, не могу сейчас похвалиться такой же махеровой вещью. Вот, выпросили у нас ее, мы ее отдали девушке, на которой он сел просто очень хорошо. Описание и мастер-класс по ввязыванию вы тоже найдете у нас на сайте. Пряжа Йорк, родина Ярнс, и кружево, французское кружево от Софиолет. Вот, и здесь ничего не пришито, да, если вы как бы, ну, впервые или смотрите нас впервые, то это технический прием по ввязыванию кружевного полотна в трикотажное полотно. Вот, есть как бы такой прием, который позволяет оставить пластичность трикотажного полотна и подружить его с кружевом. Вот, в общем-то, история, которая, ну, наверное, длится уже практически всю мою историю работы с пряжей, да, и ввязывать кружево я начала достаточно давно. Но, ну, вот, каждый раз у меня это все усовершенствуется, упрощает, не упрощается, вернее, как, дорабатывается до совершенства манипуляция. Вот такая штука, она прозрачная там, где кружево, поэтому ее нужно носить каким-нибудь телесным топом, вот, либо с контрастным топом, либо комбинезон шелковый на тонких бретелях. Ну, во всяком случае, к махеровой, вот такой туники, прям он был очень хорош. Так, далее, пряжа атлас, наверное, напоминает каких-то, какие-то пряжи, которые на синтетической основе. Вот такая вот нить. Вискозный шнурок, и в него вдут альпака. Очень эффектные цвета, комфортная нить в работе, вяжется хорошо, и можно использовать и как соло, и как, не знаю, дополнение. Вот, и здесь вот в технике Puff Color, вот в этом свитере техники Puff Color, тут я люблю блеск, усугубила это все, вот еще тут и бусины Сваровски пришиты, такие вот два жука живут. Вот, и это связанная модель по следам нашего биджемпера. Это сейчас, вот он тоже из атласа, я вам тоже покажу. Вот здесь очень интересный крой, крой, который, как бы, я придумала. Да, я не знаю, насколько хорошо видно это на экране, да, но вот здесь вот плечевой шов и горловина, они, как бы, цельнокроенные. И горловина такая, напоминающая немного стойку. Ну, подобного кроя, как бы, я еще не встречала, и я считаю, что вот он очень интересный, и очень комфортный, и очень выглядит так. И замечательно сидит. Да, он сидит действительно хорошо, и он держится за счет вот этих боковых швов, которые переходят от плеча, и плюс вот эта вот еще резинка. Наташа пишет, этот джемпер все пытаются у меня отобрать, не отдавай. Так, вот это вот удлиненная версия, а версия номер один, это как раз вот биджемпер, это с пчелами, техника Puff Color, да, это моя авторская техника. Это по вывязыванию декоративных элементов, то есть для тех, кто впервые... Описание такое есть. Есть описание, есть мастер-класс по вывязыванию вот этой пчелы. Вот, это не вышивка, это вывязано, это вывязано одновременно с полотном, то есть в процессе вязания полотна вывязывается вот такой декоративный элемент. Что-то похожее, что-то между жаккардом, я не знаю... Лена не видит эти комментарии, а я просто вот балдею, красота невероятная, круто, обожаю. Спасибо. Я потом может... О, любовь с первого взгляда. И тут вот тоже можно посмотреть на, как бы, на ворот на сам, да, вот он, ну, вот не знаю, вот мне кажется, он как бы не особо сильно читается, но он технически очень оригинален. Вот, я прям им горжусь и каждый раз все время думаю, что я хотела бы повторить его еще в чем-нибудь. Вот, здесь вот, как бы, верхняя часть, она как бы приподнята, а вот передняя, ой, задняя часть приподнята, а передняя часть, она вот такая скругленная, ну, просто повисел. Привет, привет, Виктория. Вот. И чуть спущенное плечом. Вот он покороче. Вывязывание мастер-класс кружева тоже есть. Вывязывание, да, есть. Так, далее. Теперь нужно стрекоз. Стрекоз? Стрекоз. Хорошо, ну, в принципе, стрекозы те же самые пчелы, просто у них похудее брюшко. Очень жаль, что на эту вышивочку нет очных курсов. Очные курсы, кстати, очные курсы я планирую в ноябре с курс по технике пуф-колор. И мы вас обожаем. От начала до конца, возможно, даже заканчивая там бабочкой или сложным цветком, у которого листья живые. Я планирую, я очень к этому стремлюсь, поэтому я уже многим обещала, что в ноябре мы как бы запустим этот курс. Я к этому готовлюсь морально, пытаюсь подчистить все хвосты. Ну, вот, у меня до 15-го, до 17-го числа у меня как бы час икс, и я, наверное, объявлю о курсе. Его очень ждут. Так. Модель Bristol Lace. Bristol Lace, это наша пряжа Bristol. Кюренька, дай мне Bristol, хотя бы чуть-чуть Bristol. Чуть-чуть дай Bristol. Вот. Тоже, как записаться? Я уже два или три раза пыталась. Будет анонс, девочки, еще никакой записи нет, еще ничего не открыто, по числам не знаю, по времени пока не знаю. Вот как только у меня сейчас вот как бы устаканится, я обязательно об этом напишу, объявлю во всех двух аккаунтах. В Triskelle и в Елена Родина я напишу. Не пропустите. Вот самые желающие как бы попадут 100%. Значит, пряжа Bristol Lace. Вот такой элегантный, легкий твит. В том году еще у кого-то появилась подобная пряжа. Очень ее люблю и буду продолжать с ней работать. У нас много вещей из нее связано. Это вариант вот в одну нить. Вот такой немного драный край со спущенными петельками. Заочных курсов, к сожалению, у нас нет. У нас есть мастер-классы, которые можно приобрести на сайте. Вот. Есть, начинать надо с азбуки. Но вот давайте попу в колор, может быть я отдельно какой-то эфир сделаю, чтобы вам рассказать, что к чему. И то же самое, как бы кружево французское, оно сюда ввязано. То есть не вшивается. Здесь техника привязывания кружева. Вот. Оно живет прям в полотне. То есть в процессе вывязывания привязывается кружево. И вот такая вот, такая вот немного рваная рюш понизу. Точно так же по рукавам. Я не знаю, видно? Видно, да? Вот. Симпатичная такая вот вещица. Такой на грани. На грани такой, может быть немного буха. Здесь очень красивая спинка. Ну и спинка вот такая вот со шнурком, чтобы он не совсем глухой был. Вот на спине угол. И вот такая вот тут лента кресла. Восхитительный свитер. Описание Bristol Lays тоже есть. Вот. Ровно как и пряжа и кружево. А на черном канди какое кружево? А на черном. Мы к нему придем. Мы к нему придем. Я просто давайте вот немножко тут сейчас освобожу. Вот эта вещица, это мы его держим. Я не знаю, насколько актуальны сейчас махеровые платья. Вот. Но когда-то это было прям вот очень-очень модно. И у нас все вязали ажурные юбки. Типа километровые вот эти вот юбки. Перевязывали массу махеровых нитей. Вот. С переходами цвета или однотонные. Здесь как раз вариант метода схождения. Метода схождения ажура. И это платье живет в моей книге. Юля, ты не найдешь? Нам пишут, походу, все в шоке. Это очень красиво. Которая вышла три, по-моему, года назад. В авторстве с моей правой рукой Сашей Дедовой. Вот она, кстати, тут пробегала и убежала, спряталась куда-то. Вот. Это технический подход к работе с ажуром. Вот. Это тоже у нас продается в магазине. Здесь несколько моделей, которые с ажурными юбками конической формы. Вот. И математическая часть, которая, как бы, очень талантливо преподнесла Саша. Вот. Как работать с построением, с расклешением. Да. Вот именно с математической стороны. И плюс еще рассказ о том, как схлопывать рапорт ажурного узора. То есть, если углубиться вообще вот в эту книжку, то можно систематизировать в голове у себя именно подход к работе именно с ажуром, его клешением. Будь то юбка коническая, будь то круглая ажурная кокетка. Ну вот, к сожалению, у меня вот этой юбки здесь нет. Она у меня живет дома. Вот. Это равентейл. И описание вы тоже найдете у нас на сайте. Это очень красивая вещь. Она связана из японского мохера с бумагой. У этой юбки есть, не знаю, звук, музыка. Она шуршит. Там пишет, восхищаюсь вашими работой, смотрю не отрываясь. Даже вязание отложила. Спасибо. Это очень приятно. Так что тоже найдете на сайте, либо у нас в магазине можно найти ее. Далее. Моя прекрасная Фрида. Моя прекрасная Фрида. Это моя прошлогодняя. Ну, здесь пуф-колор. И раскрою секрет, что эта модель, как бы, она была разработана специально для того, чтобы, как бы, доработать технический прием по вывязыванию вот этих элементов. Да. Для тех, кто не в курсе, пуф-колор. Это мой авторский метод, который я придумала. Да, который, как бы, был, как это сказать, да, придуман вот буквально там с каких-то вот элементов, включая их название, название каждого элемента, технический прием, плюс название, не знаю, там, плюс составление схемы на свои собственные схемы и так далее. Ну, в общем-то, целая история, вот, очень увлекательная, я ее обожаю, я очень горжусь, на самом деле, ей. И вот так, чтобы вам было понятно, что это не вышивка, это вывязано. Видите, здесь очень похоже на, как бы, жаккард с протяжками, да, но в то же время, то есть, вот, нить. Но это отдельная история про пуф-колор, и, наверное, прежде чем я соберу, буду собирать свой курс, я, как бы, сделаю такой вот, ну, типа открытого урока или какую-то презентацию. И второй вариант, который уже был, вот, связан для того, чтобы снять фото для мастер-класса, который, как бы, сейчас тоже у нас есть на сайте, вот, это вот второй вариант, ее в таком более нежном сочетании, вот, Фрида номер два, вот, с теми же элементами. Вот, связано это из пряжи амброзия, а это такое, можно сказать, тоже детище, это фабрика Кориаджи, сплела для нас такой шнурок с люрексом, с шелком и кашемиром. Хорошо очень держит форму, и мы его продаем на бобинах, потому что, вообще, в принципе, его надо было смотать в матки, но у меня рука не поднялась. Там было порядка 50 оттенков, вот, и я не смогла порезать эту нитку на матки и решила ее оставить в бобинах. Так, еще одна модель, еще одна модель, связанная из ангоры и родины Ярнс, ангора, которая на 80, по-моему, да, на 80% ангоры, вот это вот, Юль. 80% ангоры и 20% полиамида, сделана в Италии для нас, немного сейчас цветов осталось, но она мной заказана, и мы ее получим. Не знаю, насколько это быстро произойдет, ее пока моют, чешут, крутят и так далее. Вот, сейчас в наличии вот 4 оттенка, стоит она, по-моему, 595, 595, хорошо себя зарекомендовала, хорошо носится, у нее такой нежный, деликатный ворс, он не похож на мех, вот, но все равно это ангора и визуально это ангора. Вот, и описание дотатслив нашей горошки, вот, она тоже есть на сайте, и я бы вообще хотела бы отдельно остановиться по поводу этой модели, так как основного цвета сейчас нет, он был успешно продан. Но у нас есть еще варианты комбинаций, да, ровно как можно связать и розовый вариант, и у нас есть синяя сетка с черным горохом, у нас есть голубая сетка с черным горохом. Вариант можно поменять основную нить и взять, предположим, махер, да, взять махер, взять, я не знаю, там, кит-фасон, вот, он тоже в цветах очень хорошо сочетается с нашим горошком. Вот, либо, как сейчас, вот, Аня, Аня Лагун, Книтфакторе, вот, она сейчас пробует ее... Метраж ангоры. Сейчас скажу. Пробует ее в нашей фермерской ангоре, вот, которую тоже можно взять как альтернативу, да, есть натуральные оттенки, есть там какие-то вот пепельные розовые, есть вот такие вот бежевые, вот, в комбинации с черной, вот. Она немного пушистая, но, в общем-то, с вот такими рукавами в горошек она будет смотреться, по-моему, бомбически. Вот, так, прописание сказано. Спасибо, Елене, за идеи, довязываю ремикс, думаю, что не последний. Отлично. Браво, мастера, золотым ручком, эфир отличный, смотрю, любуюсь вашими изделиями в Вараженном. Здорово, спасибо. Метраж ангоры какой и цена? А, да, значит, 595, та, которая на полиамиде, да, которая 80, у нее 112 метров на 25 грамм, да, сказал 595. Вот, и ангора from the farm, это тоже родина Ярнс, я не буду кривить, как бы, да, или умалчивать, да, это та же самая ангора, которая производится во Франции, которую производили для Аниблат, да, это те же самые фермеры и та же самая, как бы, как же так сказать, тот же самый кооператив, который продавал сырье для Аниблат. То есть по качеству те, кто уже вязал из этой ангоры, они, как бы, могут подтвердить, вот, кстати, подтвердить кто-нибудь, что она, ну, она практически та же. Вот, у нас много цветов, у нас цвета увеличиваются. В этом сезоне, спасибо, будет еще, по-моему, два новых цвета, один цвет натуральным и два новых цвета, да, вот, в цветных. Сильно пушится. Пушится, ну, посмотрите, вот, вот он ее пух. Пух мех, это цветная, которая вот окрашенная. Если говорить о натуральной, Юля, я тебя еще раз попрошу, дай шапку, вот, которую... Подтверждаю. Подтверждаю, спасибо. Подтвердили. Наташа, спасибо. Вот. Беретик дать? Ну, давай, берет, и я сразу покажу, вот, натуральная шапка. Девчонки, сделайте патент на... На? На? Дальше, на пряжу, наверное. На пуф колор, на пуф колор. Да, у меня, кстати, по поводу патента у меня работает сейчас... Это очень хорошая и качественная ангора. Еще одно подтверждение. Вот он, это вот та ангора, которая нейчерал, да, вот та, которая натуральная, неокрашенная. Вот эта шапка связана в одну нитку ангоры, вложили тонкую нить альпаки. Она поплотнее, такая достаточно теплая. Вот, и вот эта вот в две нити связана она. Вот сейчас у нас Инна довязывает, Инна у нас довязывает шарф в одну, но высота ворса примерно та же, он просто чуть легче. Примеряй тебе, пожалуйста. Берет? Да. Ну, давайте я примерю берет. Мне просто не останется времени вам рассказать еще что-нибудь и показать, потому что у меня есть... Ой, какая ты хорошенькая! Ну, в общем, это классический берет. Форма берета, настоящий французский берет, его можно носить вот как шапку, глубоко одев на голову, да, можно подогнуть его на бок, назад, да, ну вот как вы привыкли, так его и можно. Ну, то есть я считаю, что форма этого берета идеальна. У нас такие наборы, фэшн-боксы. Два матка уходят, в коробочке лежит два матка ангора, вы вяжете его в две нитки, и там же еще будет описание. Так, я буду поспешать, ладно? По описанию классик реглан, вот тот, что я вам показывала из дисплей. Вот, мы связали из японской пряжи, и это две нити, это буретный шелк и Махер Сенсей. Тонкий, нежный, просто восторженный, не отдают мне этот джемпер девчонки. Вот, связала по моей просьбе, это Лена Акиньшина, вот, и... Любезно согласилась повторить мне его в розовом цвете. У меня есть такой еще в розовом, вот, я его не отдам никогда никому, вот. И когда они потеряют бдительность, я заберу этот березовый и буду тоже его носить. Мы не потеряем бдительность. Вот, ну, вот так, чтобы вы понимали, из чего это связано, да, вот, если вдруг вы захотите связать вот такой классический реглан с жемчужной резинкой, три бобинки кино и пять бобина... ой, пять моточков Махера Сенсей, нежного, тонкого, он на шелке божественное полотно, которое принесет массу удовольствия и в процессе, и в носке. Я говорю, что я только что спать не ложусь. Так, спешу дальше. Значит, Найт Сикрет, пряжа Найт Сикрет, Родина Ярнс и Эльф. Прикольный такой, немного рваный, со смещенными деталями, состоит из шести деталей, ой, шести, раз, два, три, четыре, да, пять, шесть, да, шести деталей, ну, если не считать карманы. Инночка, привет! Который тоже прикольный. Вязать его очень интересно, но и очень быстро. Вот, и даже если у вас что-то пойдет не так, то вот это вот смещение и пластика, пластика полотна, она, как-то сказать, она все простит. Вот, да, вот здесь вот еще вот такой вот хвост торчит. Я бы очень хотела бы его повторить вот еще из чего-нибудь, вот ждет он своего часа. А фэшн-бокс у нас есть, и да, и только фэшн-бокс. Пряжу ждем, и те, кто хотел бы ее приобрести именно вот в таком варианте оригинальном, мы все дождемся, и он приедет. А, в дороге, в дороге, уже в дороге. Да, выехал еще в прошлый четверг. Так, двигаясь, в какую сторону пойти? Поросили про кружево. Ну, давайте. Значит, это вариант, у меня сейчас нету прототипа этой модели. Это Малбери Лейс. Это круглая кокетка, та же самая кружевная история, тогда, когда мы кружево ввязываем в трикотажное полотно. Более простой вариант, как бы, не тот вариант, когда мы к открытому срезу кружева привязываем полотно. А здесь, как бы, набранные петельки связаны горловиной, и набранные петельки связаны, как бы, вниз. Ну, очень похоже на реглан с выравниванием вот этого фестончатого края. Вот, если его сравнивать с Малбери Лейс, мы здесь, как бы, сделали его, не знаю, там, жакетом, кардиганом, кофтой, да, не хочется говорить кофтой. И чуть-чуть изменили расположение кружева, потому что на Малбери Лейс по-другому немножко. Совсем страшный секрет, что здесь, Ангора, ушло всего лишь пять мотков, но Лена извязала, по-моему, до конца, да, до последнего хвоста. Вязала наша Лена на спицах номер пять. Если кто-то соберет за это повторить, я буду настоятельно просить вас взять шестой моток, да, и взять спицы там что-нибудь около четверки, потому что Лена затягивает петлю прям, вот. Ну, это, наверное, может быть характер. Девушка у нас позирует. По спице. Да? Вяжет по спице. Ну, я не знаю, надоела я вам со своим ремиксом или нет. Ой, нет. Но мне он не надоел. Вот он мне не надоел, и моя мечта, хоть меня и отговаривают связать голубой, я его все равно свяжу, потому что он, знаете, как вот я утром просыпаюсь и все время думаю, я хочу голубой. Я хочу голубой. Вот, и я его свяжу точно, вот как только сейчас закроются свои хвосты. Следующий вариант опять из шикарной амброзии. Елена Петровна, переключайся, иначе мы не успеем все показать. Из амброзии платье. С французским бархатом, рваным бархатом шелк вискоза, вот, удивительное случилось, когда я попробовала его рвать. Он настолько красиво мне показался вот в этих своих краях, да, потому что, ну, вот бархат, ворсу бархат, это такой серо-коричневый какой-то стальной, ой, серо-коричневый, серо-голубой стальной, ну, непонятно, у какого-то цвета. Вот, а подклад у него вот этот вот вискозный, ну, не подклад, а изнаночная сторона, она рыжая. И вот эта нить основы рыжая, вот, сочетание с этим серым, просто как-то необыкновенно смотрелось, и вот возникла вот такая идея, вернее, как, мы думали, что это может быть, и вот это вязала наша Инна. Она прямо сказала, да, я хочу платье, и, в общем, она его намахала буквально, там, я не знаю, пару недель, да, мы вот это задекорировали его вот этой вот тесьмой бархатной, и здесь, мне кажется, оно, здесь гениальная выкройка, японская выкройка, по которой именно мы вязали. Мы сняли выкройку из японского журнала, сделали, переложили его на ткань, сделали патронку, примерили, да, он сел идеально, и четко по вот этой вот патронке было вывязано полотно. Сидит круто на мне и на Инне, хотя у меня, извините, 44, да, вверх 44, а у Инны, Инна, ты меня простишь, но 52 точно, да, вот, так что, вот. И мой голубой почти готово, остались рукава, обожаю его, браво мастеру, отличное платье, хочу, но мой размер 44, он и на 44 прекрасно сидит. На фото, вы увидите, на фото есть у нас в ленте, на мне он все хорошо, 54, моя дорогая, вот, я единственная, может быть, там, ну, чуть-чуть по переду, может быть, несколько петель бы убрала, но в описании есть рекомендация по уменьшению размера. Вот, количество пряжи, та же самая амброзия кориаджи, та, что у нас продается на бобинах. А вот Саша к своему набору ходит и подбирает. А-а-а, грязи, покажите. Вот, я, наконец-то, нашла идеальный фон, ребята, кит-фасон, кто-то меня спрашивал, вот оно. Теперь осталось только нафантазировать. Нафантазировать. Подожди, ну, вот кто быстрее, ты или я? Я. Отлично. Потому что у меня вот это завершено. Отлично, мы это покажем. Так, еще раз возвращаясь к Пуф Калор. Круглая кокетка, это метод вливания. Спасибо Марине Архангельской. Вот именно вот такое вот название появилось благодаря ней, когда вывязывается целиком ряд и вывязывается декоративный элемент. Это самый старт, это практически азбука Пуф Калор. Это то, с чего мы начинаем, как бы, курс по вывязыванию декоративных элементов. Вот такая вот вещица. Есть тоже описание, мастер-класс по этой технике. И вот тут у меня где-то еще красненькая детская живет такая кофточка. Вот такие вот фэмили луки. Это, опять же, такие, знаете, как было связано для того, чтобы отснять мастер-класс. Вот таких две вещи. Ну и плюс еще можно увидеть сочетание. Вот такие малышки. Вот это все я навязала. Наташа пишет, девчонки, мои эту кокетку и в пир, и в мир. Согласны. И мои. Это действительно очень ходовая вещь, потому что вот эта коронала твит детям не колет. Она просто прекрасно носится. И они любят, особенно когда, например, детей двое, они любят одинаковое надеть. И вот сейчас прям сезон для них. Ну что, сейчас я так думаю, что в стадии завершения Саша ждет, подгоняет свою группу многочисленную, своих девчонок. Вот с этим жакетом... Господи, как мы его... Уфлауэрс. Уфлауэрс. Да, вот такой жакет на японский манер. Готовим мастер-класс по цветку и описание вот этого жакета с вот такими интересными пуговицами сшитыми. Ой, связанными на шнуроплете вот с такими клевантами. Тоже интересная, в общем-то, модель с хорошей посадкой. Я очень... Я заглянула тут вот, прям мельком заглянула в нашу группу. Не было у меня возможности и времени. Как же красиво у девочки получается. Уже великолепная восьмерка. Ой, вообще, отвязала. Прям буквально завтра начнем парад моделей. Вам большой-большой привет, девочки. Я вот, к сожалению, не успевала, ну вот, как бы участвовать и быть там рядом с вами. Но ко мне выскакивают и сохраняются в телефоне ваши фотографии. И я каждый раз, как бы утром, ну, открывая там обрабатывать фотографии, которые мне, ну, необходимо обработать, я вижу ваши фото. И вот прям елей на мое сердце. И Саше за терпение большое спасибо, потому что она очень переживала. Этот проект на два месяца растянулся у нас. Наверное, знаете, как покажу на себе в динамике, она очень красивая, она очень актуальная. Вот эти вот крылышки у нее вточной рукав, но он с заниженной проймой, приближенный к реглану. Очень интересный крой у модели. И модель садится на любой размер. Вот, то есть она начинает моего размера, заканчивая там 54-м. На любую грудь с очень комфортной посадкой. Необыкновенно красиво. Подумайте о Новом Годе. Вот, связано это из Ланг Махер. У Лены жуки на кофте. Сейчас покажу. Девочки, ну, жуков, наверное, надо в интернет, что ли, выставить. У нас есть и пчелки такие, жуков. У нас и пчелки, и жуков. А, пчелки на сайте есть. Ой, пчелки на сайте. Так, я, наверное, вот, будет, это, успеть бы, да. Вот этот вот оверсайз. Саша у нас протестировала размер маленький. Протестировала маленький размер, да. Это у нас оригинальная модель. Вот, связанный с пряжей от Илана. Дайте я вам себе, что ли, покажу. Хоть я сейчас и в черном, и ко мне тут. Меня простите. Вот такой вариант. Есть у нас в ленте фото на мне, и он смотрится очень адекватно. Да, хотя многие писали, зачем себя уродовать, но оверсайз, да. И очень хочется, в общем-то, быть современным и, в общем-то, в комфортной одежде ходить. Балаклаву. Никто не запрещал. Вот, если у нас не разрядится совсем телефон, то мы, может быть, померяем и покажем вот этот синий вариант. Очень красиво. Саша, какой расход? Семь мотков оказалось. Вот, чудесная штука. Я очень хотела ее примерить на себя, посмотреть, вот, как бы, понять разницу, да, вот в модели. Но, в любом случае, в нашем фэшн-боксе, в описании модели есть рекомендация для уменьшения. Поэтому для тех, кто, как бы, кого пугает такой размер, вот большой, овер, вот овер как овер, да, то вот вам вариант поменьше. Я перехвачу телефон, может быть, либо Лена покажет на себе. Так, быстро показываю... Лео Спейс, да, пряжа Спейс, Родина Ярнс, это наш фэшн-бокс. И описание этой модели вы найдете в нашем альбоме 2018. Тот, что я показывала в начале эфира, видите, какая красивая нить. Вот, это французская называется? Это косичка, по-моему, тут у нас. Ну, на одной петле коса, а с той стороны косы нет. Французская резинка. Вот это французская резинка. Вот она на французской резинке. А она была венгерская, да? Польская. Польская, точно, польская. Так, вот такой вот вариант. Совершенно простой, банальный, связанный из мохера ланг. Вещица, которая, по-моему, вяжется из двух или из трех мотков. Три мотка. Да, три мотка. И у нас до сих пор действует акция. Для тех, кто покупает три мотка ангоры и хочет описание простого классического мохера ланг, да, то мы вам отправим описание, вот как это, туника или джемпер, это вот что-то такое вот туника. Да, это больше туника, рыхлый, скоростное такое вот вязание, быстрое и очень эффектно. Она смотрится на французской кружевной вот такой вот тоже вот нижней блузе. Она с рукавами эффектно, здорово. Ну, или для тех, у кого мохер свой, можно купить за 200 рублей, у нас тоже оно есть. Вот, найдете его. Так, далее. Так, Blue Brilliance сегодня поедет со мной домой. Со мной домой я планирую его завтра нарядить с рыжими сапожками и взять свою рыжую сумочку новую. Вот, потому что, ну, все, уже хватит, да, ему здесь я его постираю. Я его постираю и буду носить. Вот, потому что, ну, холода-то все-таки никто не отменял. Очень красивый пряжа Fashion Box. У нас есть еще в трех цветах у нас. Вот, девчонки вязали, многие вязали его, и у них очень эффектные горловины, вырез горловины. Здесь полосочки из дисплея. Это мохер на шнурке с полиамидом и с пайетками. Вот, эффектно очень смотрится. Цвет божественный, по-моему, из божественных там, да, три. Бирюзовый, бордовый и зеленый сейчас у нас. Да. Вот. Так, это вот практически на заре нашего фэшнбокс-тва. Да? Это его до сих пор люди любят и покупают. Они у нас есть во всех вариантах. Связаны из нашей пряжи. Поэзия. Дарси свитер. Вот такой вот твит. Связаны руками, да. Связаны руками, да. Вот такой вот твит. Теплый, комфортный, с белой блузой. Просто на голое тело. Он мне огромно обещает. Ну, время 8. И заряд на нуле. Нам обязательно девушка очень ждет вот эту балаклаву. Вот эту поменьше? И вы думаете, что я должна ее одеть на себя? Я ни разу еще не одевала. Хорошая. А, классно. Ну, ладно. Она шикарная. Ну, ладно. Вот, смотрите. Это как... Да. Она... Ой, слушайте, она классная. Хотя, в общем-то, сплетая эти нити, соединяя их, да, вот это пряжа моя. Да, это Ярну... From my dreams. Да, from my dreams. Да, from my dreams. Та, что живет у нас в больших пасмочках. Вот. То мне казалось, что, возможно, она будет немного покалываться, но она очень классная и к телу ожил мохер, вот. И он не дает колоться ни пайеткам, ни люрексу. Так, дальше. Хотела очень... Я специально его отпарила, потому что он сложен, лежал у нас на... А, в коробочке, вот. Вот, и хотела... Отпарила, хотела его одеть на манекен. Я, наверное, сейчас быстро это сделаю. Вот. Обожаю этот жакет. У меня дома живут брюки, но вот жакет тоже никак не уедет домой. Вот. У нас, по-моему, у Саши есть. У нас... Ой, я его обожаю тоже. Я хожу в нем дома, и это просто моя любимая вещь. Ну, потому что уже... Уже дома, да? Это мое. Схемы на балаклаву нет у нас еще, да? Еще нет. Но будет. Будет. Если вам очень хочется, то мы сделаем. Вот такой жакет-секрет. Секрет, потому что здесь такой интересный карман. Вот. Еще балаклаву. Вот. И секрет вот здесь. Вот здесь секрет, да? Да, секрет вот здесь. Воротники. Воротники. Прикольно, когда вот этот воротник приподнимается. Видно, что вот здесь такие вот живут... А, как бы хвостики. Хвостики на кнопках. А у нас есть такой фэшн-бокс. Он в разных цветах и в разных сочетаниях, по-моему, там идет карман. И правильно застегиваю. Схему сделаем обязательно. Спешу. Вот. С брюками он смотрится тоже бомбически. И если, как бы, не хочется покупать фэшн-бокс, можно купить... Вот как раз найдете его в альбоме, по-моему, 20... 20-17. Это первый наш альбом. Первый альбом вроде Ярмс. Там поэзия, да. Да, там поэзия была. Вот такой вот он классный. Необыкновенно здорово, прям стильно смотрится с темными шинцами. Из чего была клава связана, показать моточек. Вот. И далее. И далее. Что нас ждет всех? Впереди нас ждет... Так. На меня. Теперь впереди нас ждет чудесная модель из нежного Кашемир Хейзе от Рован. Легкая, невесомая вот такая вот двойка. Да. Видели, наверное, было видео. Видео, по-моему, вот мы уже готовимся к, наверное, конструкции. Вот, Сашенька ее сегодня привезла. Да. Вот, закончила она с описанием. Так что в ближайшее время будет сразу два в одном. Она будет у нас. Вот. Итак, то, что ждет нас в ближайшее время сейчас в родине Ярнс. Первая появилась картинка вот такого тоже. Оверсайз. Кит-фасон в розовом цвете. Вся жизнь в розовом цвете. Необыкновенно красивая. Уютная двойка. Шапка и свитер. Нежный, легкий, теплый, комфортный. Бомбического розового цвета. Цвета, не знаю, на сайте называется «Чайная роза». Но он какой-то такой припыленная роза, пудра. Вот. Значит, по поводу этой пряжи. Наш опыт, да, вот наш опыт связан с тем, что она становится еще круче, еще лучше, еще шелковистее после отпаривания. То есть, если вы постирали и как бы, ну, чудес никаких не произошло. Вот чудеса произошли, когда я прошлась по ней парогенератором. Боже, это что-то. Выровнялся пух. Вот это тактильные ощущения какие-то вот необыкновенные. Так что я очень, очень его полюбила. И, пожалуй, вот сейчас озаботилась тем, чем это носить. Буду его вот одевать совершенно точно. Он прекрасен. Вот. Так что будет в ближайшее время. Значит, цвет 15-16-07. Это оригинальный цвет, из чего связана модель. Ну, и мы предлагаем вам еще, Родина Ярнс, вернее, предлагает вам еще 5 вариантов сочетаний, вернее, цвета. Еще голубой. Да, еще голубой. Да, значит, еще шелковый. Еще голубой, потому что его показывали. Всего 7 фэшн бокс. И модный цвет. Сегодня вот, сегодня мы о нем уже как бы узнали. Да, это, как это, фруктовый? Фруктовый голубь. Фруктовый голубь. Модный цвет сезона 19-20. Спешите его приобрести, а иначе он закончится. Быстро-быстро. Так, это новинка фэшн бокса. Прекрасный, легкий, нежный оверсайз. Следите за анонсами на Родина Ярнс. И у нас здесь, в Трискеле, вот именно в этом аккаунте будет анонс этих фэшн боксов. Хотя они уже на сайте живут. Да. Это опять, это вот, знаете, как то был ремикс, а это будет реплика. Но хочется. Но вот если хочется, значит надо, правда? Мы его закончили, и вот он как бы поедет у нас сейчас тоже на выверку, на составление описаний. Видно эти куски золота? Видно. Эти маленькие слиточки. Как они прекрасны под махером. Тут еще блудит поедка кое-где. И вот эта вот сетка, ажур, ну он получился практически один в один, только с лучшим составом. Более легкий, более качественный и очень-очень приятный. На какой расход на свитер? На розовый? Розовый 15 мотков на свитер, два мотка на шапку. Фэшн бокс недешевый, около 11 тысяч, но поверьте мне, он стоит этих денег. То есть это прям вот бомба. Вот не полотно, а укаст. Надел и все упали. Да, и все упали. Ну, смотрите, я покажу фото. Это вот у нас на самом деле вязала наша Юля. Вот мы его тут подгоняли, периодически подгоняли не только мы, но и наши покупатели. Я знаю точно, что очень многие его ждут. Вот, и мы уже вот как бы в стадии, да, вот он постиран, он уже отснят нам не... А еще подождать. Огонь. И он появится. Вот, а, ну и еще, плюс, как бы мы немного, знаете, как позволили себе расслабиться по той простой причине, что пряжа, ну, как бы на оригинал, она закончилась, но закончился молочный махер, она закончился на секрет молочного цвета, вот. Но это все едет, и вот как только оно, грубо говоря, приедет, вот, наверное, мы и будем готовы. Да, то есть оно у нас уже вот... Кто очень хотел тут уже все купить. Да, 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 кто-то подоспел. Не зажидаясь, да, когда я вижу. Так, что я не показала? Что вам еще надо было показать? Или будем сохраняться? Девочки, давайте будем сохраняться, потому что я боюсь, что не успею сохранить эфир и поделиться. А у меня вечно телефон разряжается. Сколько мотков ушло? Пять на секрета, четыре махера и 50 грамм люрекс. Вот, 50 грамм люрекс, это люрекс, который мы намотаем и положим его в набор. Вот, я вас всех обнимаю, очень благодарна вам за ваши теплые слова. Я надеялась, что у нас вот Лена сделает такой какой-то проход, но мы не успеем, рабочий день закончен. Вот, я обещаю вам что-нибудь еще показать на себе. Мы продолжим. Мы продолжим. Мы продолжим и ответим на все-все вопросы, на которые не успели ответить. Добрый вечер, а я очень рада, что вы были с нами. Повяжитесь сегодня обязательно. И с вами были Трискелли. 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 Лена, Саша, Юля и Лена Родина. Пока. Саша, Юля и Лена Родина.